Сегодня у нас продолжение Продолжение героев Мы остановились с вами на первой кампании, на третьей миссии И на довольно опасном паке С вами Михаил, он же Майкер, goodgame.ru Все дела, чатик, привет Там элементаль шотает Вот эти вот двое Ближний бой, на книжку теперь нужно нажать Пробиваем Дальше мы Наверное так блочим Ай, опасно Минус все-таки, да? Извините Умирают шустро людям Лучше перевязку делать Потому что каждый ход Похожим Так, выбежал для того, чтобы отстреливаться Но мне как-то не нравится Сейчас ситуация, потому что 70 лемов Все еще Раз, два, три, четыре Уже не 70, уже 40 Здесь помогаем Надо будет как-то подрегениться, подлечиться А то запас маны какой-то Какой-то невдалый Справились И с первого раза мы справились Оставили там героя Я не планировал его Впереди видим щит смерти Еще раз Добавляя 30% отрега защиты Его армии Ближнему построку Оберег от магии жизни То есть очень универсальная штука На дороге вас поджидала группа монахов Один из них протянул вам щит смерти Я и мои братья Наблюдали за тобой Но теперь наш долг выполнен Мы выполнили Выполнили предначертание судьбы Отныне ты будешь владеть Этим щитом Щитом Щит по описанию Очень классный Замок впереди Подкрепа какая-то Это герой какой-то? Да, рыцарь Первого уровня Для него плохие новости Погнали Там еще герои слева Ваш дар убеждения и шарм Подвигли прежде враждебных воинов Присоединиться к вам Вы примите? Конечно Кто-то должен танковать Ооо Тамара Ё-моё Тамара Как ты здесь оказалась? Бедная Тамара Понимаете? Она там набрала Еле-еле убедила Этих там десятерых рекрутов Рекрутов Ладно, их не десять Их двенадцать Что они пошли в замок Будут служить Верой и правдой Тамара Дама неопытная У нее сто хитов Десять атаки Десять защиты С кулака она бьет Как единорог Вот От Первого уровня И тут как бы Встречается ей Бригада такая неприметная Да? Волк Сквайр Казалось бы Хочет бежать Да куда ты пошла? Нет Подожди Где Она предложила же Откупиться Только что Что я нажал Там была сумма В золоте Не подожди Я не понял Этот поворот То что она попыталась Свалить Это понятно Но Тамара Тамара Я не понял Вы Сейчас подождите Я хочу прочитать Враг просит пощады Вы позволите ему бежать в город За 1338 золота Нет Что? Так Это видимо Проблема с переводом Это что-то Как это вообще Объяснить У тебя есть выбор Либо позволить бежать И тебе дадут денег Либо не позволит Он все равно убежит Но не даст тебе денег Это вопрос Это Негодование Это риторический вопрос Ааа Здесь паладин 27 уровня И еще один 28 Ребята Серьезные Так Могу ли я где-то Восстановить ману Первый вопрос О Тамара опять Я же тебя убил Только что Тамара меня преследует Зайдем Посмотрим Что там по гильдиям Можно отстраивать Заодно Порепетируем Как тут Постреляться можно Ну в смысле Как штурмовать Вообще Теоретически Если мы Отстрелили лучников То они не должны То они должны Сами выходить Но Не торопятся Еще одну Хорошо Ой Мы воскресили Валорич Захватили город Что в городе там Во-первых Гильдия Во-вторых Гильдия прям хорошая Оберег Защитник экзорцизм Что Смотрим Что новое есть Ангел-хранитель Ангел-хранитель Дает дружественным войскам Несколько жизней В зависимости от уровня мага Заклинание пятого уровня Количество защищаемых Ангелом целей Зависит от уровня мага Ни одна цель Не может захвачить Защищена более одного раза То есть это резурект Массовый экзорцизм Появился Заклинание Снимает негативные эффекты Со всех ваших отрядов Экзорцизм Негативные эффекты Что Явно перевод Воззвание к небесам Было И мы сразу Получили ману Как вы видите Да Ну как думать Надо пробовать Захватывать этот замок Тем более у нас Мана полная Опять ты Тамара Ну что-то тебе никак не имется Тамара Проиграл Тамара Все И в тюрьму отправили ее Так Из опасных людей Здесь Наверное только герои Четыре героя Абсолютно спокойно Собирают Все Что осталось От гарнизона Надо 30 тысяч золота Да беги 30 тысяч 30 тысяч Карл Пора Автобой Ставить Посмотрим Давай Давай Изи Разматываем Туда Сюда На тебе Стрелой Какой-то там Выстрел Молодец Прикрыл Ох Хорошо Разобрался Видели Да Ну у нас Добавился Трубчик Песчаные Сандалии В это утро Этот Оруженосец Типа Тоже Сквайра Главного героя Я принялся Для защиты Королевства Ирафии Он был Настолько Уверен Что Это и Есть Его цель Что Оставил Сына Без отца А жену Без мужа Опа Нифига себе Все Ну как бы Возможно У них с Лисандером Кровное Родство Есть Ну потому Что Папашка Убежал Куда-то А Впоследствии Его Мужество Позволило Мне Получить Место Оруженосца Такова ли моя Цель Служить Лорду Лисандеру До самой Смерти Возможно Так я Думал Все эти Годы Возможно Из-за Этого Я избегал Женитьбы Но Мы знаем Что он Избегал Женитьбы По другой Причине Как намекнула Оракул Жизнь Которую Я веду Следуя За Лисандером Опасна Однажды Удача Может Отвернуться От меня А я Не хочу Оставить Маленького Мальчика Без отца Но Качать Сына На Коленях Обнимать Женщину Которую Любишь Больше Жизни Так Какова Моя Цель Ради Чего Я существую Ой 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 Куда Заведут Размышления Нашего Хороший Баф Нашего Юного С Оруженосцем Так Еще Повозочка О Я Достаточно Много Повидал Чтобы Понимать Что Война Не имеет Ничего Общего Со Славными Балладами И Историями Которые Рассказывают Камина Это Кровь Жестокость Изнурительной Походы И Опасности Особенно Для Невинных Нынче Утром Я Отделился От Главного Войска Собозом И Небольшим Отрядом Чтобы Закупить Провизию У местных Крестьян Наши Запасы Продовольствия Были На Исходе Лорд Лессандр Считал Что Самое Меньшее Что Он Может Сделать Для Своих Солдат Насытить Их Желудки Нам Не Слишком Везло Никто Не Желал Торговать С нами Но К моему Удивлению Когда Мы Вошли В Четвертую Деревню И Показали Своё Золото Нас Приняли Радушно И Предложили Столько Еды Сколько Мы Могли Увезти Пока Мы Мои Люди Грузили Тюки С Хлебом И Овощами К Мои Повозки Подошли Двое Мальчишек Измазанных В глине Сэр Рыцарь Обратился Ко мне Один паренёк Я Не рыцарь Я Сквайр Оруженосец Сказал я Для них Все люди В латах Были на Одно Лицо Я Поспорил С моим Другом Что Ты Сможешь Выбить Наш Мяч За Околицу Нашего Села Он Говорит Что Ты Не Сможешь Я Так Не Говорил Сказал Другой Мальчик Затем Он Достался Под Рубашечки Мяч Понятно Все Щеглы Ну Короче Так Сможешь Или Нет Взяв Мяч Я Усмехнулся Я Вспомнил Как давным Давно В далекой Далекой Галактике Заключил Такой же Только Один Спросил Я Я Прикинул Расстояние До Краина Села Не Такое Что Большое Но Для Мальчика Оно Казалось Огромным Итак Я Разбежался И со Всех Сил Врезал По Мячу Он Взмыл Ввысь Пролетел Над Крышами Домов И Упал Далеко В лесу Ага Он Рыбак Закричал Выигравший Леденец Я Протянул Руку Чтобы Еще Пара Чтоб Почувствовать Боль Засада Прокричал Я Еще Одна Стрела Просвистела Моего Уха Нападавшие Показались Из-за Деревьев Со стороны Ближе Отщеглые А Заманили Глиняные Вот эти Вот Мелкие Со стороны Ближайшего Хутора Они Превосходили Нас Числом И брали Или Совпадение Или Они Превосходили Нас Числом И брали Деревню В клещи Не оставляя Пути к отступлению Лучники Вперед Бери Бейте их Пока Они На виду Скомандовал я Я не мог Использовать Свой меч Боль Сковала руку Тут Третья стрела Воткнулась В землю В нескольких Дюймах От моей ноги И я понял Что разбойники Распознали Во мне Командира Я был Их Мишенью А мальчики По прежнему Стали рядом со мной Открыв рты Не ощеглы Ни при чем Повернувшись К врагу Спиной Я подхватил Обоих Не обращая Внимания На боль И раны Ивил Спасибо За 11 месяцев А потом Я бросился В ближайшей Ближайшей Хижине Я распахнул Дверь с ноги И бросил Мальчишек Внутрь Сидите здесь Приказал им я Другая стрела Ткнулась В мой шлем Оглушив меня Как обухом Перед глазами Все поплыло Шатаюсь Я сделал Несколько шагов Не отступать Скомандовал Я своим людям Защищайте Кадоев И тут Я потерял Сознание Таак Мой взгляд Уперся В огромные Зубы Проэфа Почему он Так скалится Храбрый Защитник Униженных Оскорбленных Возвращается Из страны Мертвых Сказал он А я не имел Ни малейшего Представления О том О чем он Говорит У меня Приказ Позвать Лиссандра Как только Ты проснешься Сказал Проэфа Вставая Когда я Попробовал Сесть То пожалел Что у меня Не оказалось Одной Из вяжек Проэфа Снять головную боль Когда же Я попытался Растереть Виски Не виски В правом Предплечье Остро кольнуло Там где Виднелся Свежий шов Я понял Намек Лежать тихо Вскоре В шатер Ворвался Лиссандр Эгоистичная Часть Меня была Даже рада Увидеть Изобоченности На его лице Но остальная Часть Поспешила Его успокоить Со мной Все в порядке Дюймом ниже И ты был бы Мертв В Милтон Выполил Выполил Лиссандр Приношу изменения Мой господин Вам следовало Проверить леса Почему вы не проверили леса Это моя ошибка Сэр Ответил я С конфуженом Я ожидал Что если в окрестных Лесах прячутся солдаты То селяне скажут Мне об этом Хотя с чего бы это Ведь мы для них захватчики Лиссандр взял меня за руку Да что ж вы друг друга За руку постоянно берете Не будет так обеспечен Ладно Мягко Мягко Приказал он Прежде чем уйти Лиссандр сказал Ты хорошо командовал Милтон Встать вперед лучников Было находчиво С твоей стороны Они перебили половину Нападавших На открытой местности Остальные Сдались А что с мальчиками Спросил я Они не пострадали Один из них Оцарапал коленку Когда ты забросил их В кижину В остальном Все в порядке Такой доклад Просто как будто Лиссандр в курсе Мальчишек Кто там что Оцарапал Лиссандр оставил Меня наедине С моей больной головой Ноющей рукой Воспоминание о том Как я послал мяч За пределы деревни Какое-то Вот это очень странное История Прям мега странная Начиная от мяча В Вот Пацанами в глине И дверь с ноги Вот это вот все Взял мою руку Нежно Это очень странно Ладно Ладно Лиссандр оставил Меня наедине С моей головной болью Ноющей рукой Воспоминание о том Как я послал мяч За пределы деревни Невеликое достижение Особенно по сравнению С отражением атаки Так почему же Я снова о нем вспомнил Ооо Кто же тебя знает Милтон странный Дальше поймешь К чему она Спойлеры идут Ооо Все понятно Все Кто там Ману Ну Понят Все Понятно И наверное Сразу будем стрелять Ооо Я понял тебя Ё-моё Общее лечение Ну кажется Сейчас мне пролетит Реально Раз Два Сейчас Третий выстрел Бьет Не живем 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 Еле-еле живем Коним и коним Врываются Раз Два Три У них статы Видимо хорошие Ну такие Более-менее Поэтому Они собираются Сопротивляются Лучше чем Низкоуровневые Ой Все равно Могут Жалко Единичка Грустила Еле Выжил Еле Выжил Лесандр Еле-еле Еле-еле Все равно Опасно Конечно И только 200 коней Помогают Со своими Там 4к Урона Сразу Ну по этим 4к Что по Экспен По Экспенам Ничего не дают Дерево по-моему Не посетил Спасибо за подсказку Я же говорил Что я должен Сначала получить Уровень А потом посетить Дерево Иначе смысла Немного Теряется Весь тот Накопленный опыт Было Не было Здесь последний Пак остался Чудиков Скорее всего И потом уже К квесту Переходим Но Но до этого Момента Желательно бы Получить Хотя бы Один уровень Я стремлюсь К этому Шамида Зелья Бессмертия Пьем Может быть Кстати Зелья Бессмертия Это Я же специально Накупил И кажется Всем выдал К птице Врываемся Оп 29 1000 What? Да, есть 3 из 4 бессмертия. Главное, чтобы правефа тоже нашел бутылку нужную. Восстановление не то. Бессмертие. Изи. Погнали. Оп. 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 Ха. Неплохо. Ой, не стреляет. Ой, не стреляй. Не надо. Да погнали. Сейчас кони всех убьют. Кони. Другой. Да давай уже убивайся, коней. О, нифига себе. В мели. Вы видели? Такой кула кулачком. Что по экспе? Еееее. Правефа 24. Без понятия, что тебе делать. Устойчивость к магии. Тактика неоцелительства, видимо. Знахарство. Знахарь. Навык повышает запас магической регенерации. Угу. Необходимо для изучения природы. Да. Алисандр. Рукопашка. И Далт. Устойчивость к магии. Все. Вот теперь мы пошли в дерево. Тиририн. Ну, запало мне в памяти, что два дерева. Повышаем еще. 45 косарей. Правефа. Ох. Магия жизни. Пятый круг. Магия природы. Второй. Еее. Рукопашный. Три. И стрелковый. Ну, это бывает. Четыре. И я хотел пробежаться по... Так, а точно... Давайте. Друзья, если вы помните, было ли второе дерево, чтобы я не искал, помогите, пожалуйста. Подскажите. Спасибо большое. За чудиками. А, то есть я его не увидел в первый раз. Спасибо. Раз. Пятьдесят три косаря. О-о-о-о. Что же выдают-то про АФАМ? Рукопашка или устойчивость? Устойчивость к магии. На нет знахарства второго класса. Или мистицизм пятый. Рукопашка у Лиссандра четвертая. Ну, стряковый бой пять. Ладно, возвращаемся. И перешел на вторую миссию раньше времени. Все, проходим. Вот он, телепорт. Перед этим заходим еще в атаку. Берем защиту, извините. Оказываемся в тылу, просто в тылу Мы нашли Дезету в избушке, построенной на краю цветочной лужайки Пожилая женщина возилась в своем саду, пропалывая грядки голыми руками Казалось, она и не знала, что является пленницей Приветствую вас, сударыня Вас ли величают Дезеты? Спросил лорд Лиссандр Мы отправились к домику вдвоем, чтобы не пугать хозяйку Дезета встала, отряхнула грязь с ладони и сказала Да, это я Да, простите, что сразу не заметила вас Мы раньше... Мы раньше встречались? К счастью, нет, я Лиссандр, лорд Палаэдры Разумеется, это имя ничего не говорило Дезете Возможно, она вообще никогда не была в Палаэдре Но она все же сделала реверанс Какая честь, сказала она Это честь для меня, сударыня Хотя, должен признать, мое появление здесь не случайно Видите ли, у меня к вам вопрос Простите, если он покажется слишком личным Но мне нужно знать, есть ли у вас сыновья Когда-то у меня было два сына Старший погиб при расплате, сказала Дезета по мрачнему Эта рана еще не зажила Мне жаль это слышать, сказал Лиссандр Он помолчал, понимая, что чрезмерно приставать сейчас невежливо Но все же не удержался Скажите, а как имя того сына, что уцелел? Младшенького-то? Его зовут Уортон Ответила Дезет Ну все понятно Единственное, что уцелеллое